Мы начинаем. Итак, для тех, кто подошел относительно чуть-чуть похоже, меня зовут Алексей Ситаренко, руководитель социальных технологий. И вся дорожка, многие из вас присутствовали на предыдущей, она посвящена тем технологиям, которые, на наш взгляд, могут повлиять каким-то образом на изменение, как правило, увеличение социального капитала в российском обществе. Мы называем это, возможно, не всегда грамотно, такими ядрами конденсации, вокруг чего люди начинают строить социальные связи, общаться друг с другом, и их связи начинают переходить в какое-то новое качество. На мой взгляд, онлайн-петиции стали действительно элементом, мотором многих изменений, многих общественных побед. И здесь очень здорово, что нам удалось, собственно, на этой платформе, во-первых, послушать сегодня представителя одной из платформ, автора одной из успешных петиций, также двух независимых исследователей. Мы, по крайней мере, пока только одного. Со своей стороны, как организатор, мы обращались и к альтернативным платформам, то есть в данном случае я написал в платформу «Аваз», которую и не получил ответа, хотя писал через своих знакомых и так далее. Точно так же не получил ответа ни от РАИ, ни, я думаю, вы знаете, российская общественная инициатива, а также активный гражданин тоже как-то решил это. Они вот нам все в вагонах метро предлагают проголосовать, показывают персонажей различных, которые участвуют в жизни города. Но, по крайней мере, для небольшой тусовки общественных деятелей они решили все-таки не показываться. Ну, поэтому будем говорить с теми, кто у нас есть. Вот, и я думаю, это будет очень интересной историей. Я хотел бы представить, я буду зачитывать в алфавитном порядке, Михаила Корягина, политолога, аспиранта Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге, клубниста «Форбс», Дмитрия Савелова, директора по компаниям «Чинчорк» по Восточной Европе и Центральной Азии, Василия Юнчука, автора победившей петиции против платных подписок. И давайте, наверное, начнем с Михаила. Коллеги, Вы могли бы, как бы, я напоминаю, Екатерина Шульман подходит к нам. Коллеги, пожалуйста, представьте Ваши позиции на вопрос, собственно, сегодняшней дискуссионной панели. Онлайн-петиции. Имеют ли они какой-то эффект? Вообще, что это? Просто выпуск пара, реальная возможность изменений. Я вот в представлении сказал, что это натура изменений, но это только мое мнение. Что Вы думаете по этому? Здравствуйте. Еще раз, меня зовут Хилл Корягин, меня уже представитель Алексей. И, насколько я понял, Алексей Мецк пригласил на это мероприятие в качестве такого много раздражителя, потому что у меня позиция следующая. Немножко она отличается от формулировки вопроса, то есть, если полезна ли петиция вообще, да, полезна. Но, с моей позиции, и в исследовательском понимании вообще, петиция как элемент электронного участия – это инструмент. Инструмент для достижения конкретных целей. Если Вам нужно, скажем, забить гвоздь, Вы не берете отвертку, да, Вы берете молоток и забиваете гвоздь. Соответственно, онлайн-петиция иногда – это такой инструмент, который используют не по назначению, к сожалению. И мне кажется, что из-за этого онлайн-петиции не дают тот самый эффект, который они могли бы давать, то есть, размывание вообще понятия электронного участия и так далее и тому подобное, имеет негативный эффект на сам вообще инструмент. Соответственно, появляются негативные коннотации, когда мы слышим change.org, слово, спам, всевозможная там, коммерционализация гражданского участия и так далее, да. И моя позиция заключается в том, что, да, инструмент хороший, но его нужно использовать по месту и, ну так, можно сказать, с умом, не везде. То есть, если у нас проиграла сборная Россия, не нужно организовывать петицию на распуск сборной России, президента Российской Федерации и так далее и тому подобное. Вот. Ну и, наверное, я вот свою позицию представил, в конце, ну, в процессе я как бы пытаюсь аргументировать. Отлично, спасибо большое. Да, к нам присоединилась Екатерина Шульман, я думаю, да, вас присоединили. Мы, собственно, да. Мы начали с того, да, что каждый из участников рассказывает свою позицию, свой ответ на вопрос, имеют ли онлайн-петиции какой-либо эффект. Вот. Ну, наверное, сейчас, раз уж мы пошли, Дмитрий, как представитель платформы Change.org, да, что ты думаешь по этому поводу? Слушайте, вот это вот, на самом деле, действительно очень интересно. Я надеюсь от вас услышать вопрос, в чем причина вашего таинственного могущества? Почему вы такие результативные? Может быть, ваше приложение установлено на мобильном телефоне какого-нибудь большого человека или еще что-нибудь такое в этом роде? Или вы считаетесь тайным голосом Вашингтонского обкома? Почему, там, я не знаю, даже если не сравнивать с нашей собственной платформой РОИ, Российская общественная инициатива, которая государственная и в законе упомянута, и вообще не действует никак, нигде, так вот, даже не по сравнению с ней, а вообще по сравнению с чем угодно другим, именно платформа Change.org имеет потрясающий совершенно кредит-рекорд, список побед довольно впечатляющий, причем не только на федеральном уровне, но и особенно специфически на региональном и местном. Почему вы такие? Расскажите. Change.org запустился в России пять лет назад, четыре, через половину года назад я запустил Change.org в России, потому что помимо, как мне представил Леша, я еще и директор по России в этой компании, в этой организации. И мы действительно на данный момент, мы запустились буквально там несколькими тысячами пользователей, на данный момент в России более 12 тысяч, 12 миллионов россиян пользуются платформой. Мне кажется, потому что они видят, что платформа работает. Если посмотреть, почему она работает, то основной, как бы, критикой, которую мы всегда получаем, это то, что это не документ, это не то, не и все, там, юридические силы. Но мы всегда всем нашим пользователям, и особенно авторам петиции, мы говорим о том, что Change.org — это инструмент для того, чтобы вам было легче, эффективнее общаться между собой, организовывать людей вокруг себя, своих соратников, и вместе решать те поставленные задачи, которые вы при собой ставите. То есть организовываться вместе, привлекать представителей СМИ, привлекать представителей НКО, экспертов, власти и так далее, при бизнесе и так далее, и работать с ними вместе. То есть Change.org замыслился как такой технический инструмент, который нейтральный, открытый технический инструмент, который позволяет это делать. По нашей статистике, действительно, побед очень много. Мы говорим, как минимум, о одной победе, о победе успешной компании, компании, которая репетиция, которая добилась поставленного результата, мы говорим, как минимум, по одной в день в России. Международная статистика, я вам так, в контексте просто скажу, на данный момент платформе пользуется 170 миллионов человек по всему миру, и международная статистика где-то по одной успешной компании в час. Да, по поводу эффективности. Я, конечно же, уверен, что этот инструмент эффективен, поэтому я этим занимаюсь. Мне кажется, что это очень важный инструмент, потому что помимо просто какой-то такой функции, вот именно технической и координационной, представьте, что это ручка, которая помогает вам, что-то, например, телефон, которая помогает вам быстрее, эффективнее организовывать группу людей и с ними что-то делать, с ними что-то решать, как-то с ними взаимодействовать. Это еще некий такой инструмент, который позволяет немножко поменять отношение людей к моменту того, как люди решают вопросы. То есть фактически заставляет людей, точнее, не заставляет, помогает людям поднять свою попу и начать что-то делать. Учиться договариваться между собой, учиться работать с разными стейкхолдерами, которые бы почему-то этот определенный проблемный вопрос, который они затрагивают, и пытаться вместе решать, договариваться о том, как... Вот я вам приведу пример, например, громкой компании Ольги Рыбковской, может быть, вы все, может, кто-то из вас знает, про доступ близких к реанимации. Она собрала 370 тысяч подписей. И чем уникальный пример, тем, что очень много НКО занимались, ну, там, немного, определенное количество НКО занимались долго этой проблемой доступа близких к реанимации. Но перелез Волю, которая рассказала свою личную историю и начала дальше активно работать с подписантами своей петиции. Она не только в итоге добилась этого доступа, да, но она организовала вместе с этими людьми волонтерские группы юристов, психологов в регионах, которые помогают людям, которые оказываются в этой ситуации, дальше каким-то образом локально эти вопросы разрешают. Потому что, да, было решение министерства и приказ, что мы должны допускаться, но локально эта ситуация еще до сих пор где-то в каких-то местах не изменилась. Вот, то есть, как бы, результат такой компании, он идет дальше, чем просто вот такая ситуативная, там, единичная акция. Это начало, это фундамент очень важных системных перемен. И мне кажется, вот, там, в теме всей этой, всего форума, да, про социальный капитал, это очень важный инструмент форумировать такой социальный капитал. Отлично. Василий, вот, ваша компания победила. Считаете ли вы, что это все-таки благодаря платформе или благодаря каким-то другим факторам, вот, на ваш взгляд? Есть ли для вас эффект, как для простого человека, который просто создал педицию? Ну, на мой взгляд, как для человека с техническим образованием, в любом случае у нас имеется всегда какая-то задача. Есть исходные данные, есть процесс решения, какие-то инструменты, есть окончательная решение. Для того, чтобы получить решение об моей задаче, я использовал вот платформу Change.org. Она мне очень сильно помогла в том плане, что я привлек большое внимание прессы, большое внимание общественности к проблеме. Конкретно я сначала, моя первая петиция была о том, что операторы могли навязывать некоторые платные услуги не всегда явно угодно для абонента. Значит, петиция набрала около 98. кажется, тысяч подписей со мной общались с топ-менеджерами Мегафона и других операторов тоже выходили на связь. В итоге мы договорились. В результате Яндекс, есть такая у нас поисковая система, и Google в том числе, начали, точнее, перестали рожировать сайты, которые имеют редиректно платные подписки. Я считаю, что это довольно большое достижение, потому что я уберег таким образом очень много людей. При этом мне помогали все мои подписанты, кто подписывал данную петицию. Далее я пытался... Я создал еще одну петицию, чтобы пройти в Госдуму законопроектом, чтобы получить смс-оповещение при оплате с мобильного телефона. К сожалению, это дело не прошло, пока что, но в процессе разработки. Также вот была петиция, в общем-то, моя, но я ее попросил сделать мою знакомую, чтобы она тоже приложила руки, скажем так, к благородному делу. Там была петиция по вопросу платного пиара животных на Авито. Там было 250 тысяч подписей, Авито встречались с волонтерами, зоозащитниками, общались. В итоге договорились, что пока все будет бесплатно. Вот у меня, в принципе, наверное, пока что все. То есть, последнее, что хочу сказать. Change-up очень удобный инструмент, который действительно на виду у всех. То есть, даже если у нас действительно в стране нет возможности прямо в лоб решить задачу, то можно это делать каким-то обходным путем. Через НКО, через СМИ, через какие-то организованные сообщества людей. Ну, примерно так. Спасибо. Отлично, спасибо. Екатерина, ваше мнение. Что вы думаете по поводу петиций? Вы знаете, я профессионально занимаюсь законоподательным процессом, это моя научная специализация. Поэтому я впервые начала интересоваться петициями в связи с изучением возможностей гражданского участия в законодательстве. То есть, я рассматривала, каким образом граждане, не являющиеся депутатами, и в силу особенности нашей политической системы, не имеющие особенных доступов к якобы представляющим их депутатам, как они могут вообще влезть в это дело и попробовать какую-то свою законопроектную инициативу, значит, про сон. Таким образом, я вышла на вот эту вот, уже упомянутую здесь систему РОИ, Российскую общественную инициативу, которая, собственно, появилась у нас в 2010 году в рамках вот этой общей программы «Открытое правительство», значит, «Электронное правительство» в рамках кампании по повышению прозрачности органов власти. И предполагалась идея, какая там была. Значит, РОИ ведь не платформа, собственно, петиции, это именно платформа законопроектных инициатив. Некая идея высказывается, она должна набрать 100 тысяч подписей, после этого, после этого, что с ней будет? Ее будет рассматривать специальная правительственная экспертная комиссия, которая изучит ее и решит, достойна ли она внесения в Государственную Думу как правительственный законопроект, либо недостойна. Значит, через очень короткое время эта самая платформа превратилась в игру на бери 100 тысяч подписей, и твое предложение будет отвергнуто правительственной комиссии. Потому что по приятному совпадению ровно все те инициативы, которые набирали 100 тысяч подписей и больше, они отклонялись. А принимались довольно часто инициативы, в которых было какие-то вот считанные числа голосов, особенно что касается мест. Инициатив там в городе, по-моему, Великие Луки, переименование Ледяного дворца из просто там какого-то спортивного центра, спортивный центр имени Капустина, как сейчас сказать. Там вот он подан за пять голосов, а против три голоса. И при этом это было поддержано, вот, соответственно, правительственной комиссией, его переименование, но, надеюсь, кого-то это, значит, порадовало. Там были менее безобидные вещи в списке победителей, например, введение новых вакцин в федеральную прививочную программу, в которой тоже было там типа 300 голосов за, и это тоже было одобрено. Что, конечно, довольно большое бесстыдство со стороны очевидных инициаторов этого дела, фрамсистических компаний, которые могли бы хотя бы нагнать своих собственных сотрудников, чтобы они там поголосовали просто для приличия. Вот, но 300 голосов оказалось недостаточно. Сто тысячные инициативы, многие из которых, значит, проводились в фонде без коррупции Алексеем Навальным, они, значит, потом неизменно отклонялись. Хотя надо сказать, что в какой-то степени потом следы этих идей появлялись в правительственных решениях. Например, у него была идея запрета госзакупок автомобилей дороже полутора миллионов рублей. Значит, это было отвергнуто, потому что типа, как выражается в интернете, ибо нефиг с такой довольно туманной аргументацией, что у органов госпластия следующие закупки, сами лучше знают, иногда им нужны и дорогие автомобили тоже. Бывают у них такие особые потребности. Но потом в госзакупочном законодательстве появились нормы, несколько ограничивающие определенного рода представительского класса для определенных госорганов, что вот все-таки с очень нужным как-то так прислушиваться. Но, тем не менее, платформу РОИ нельзя им признать неэффективной, просто потому что на нее зайти, это видно. При том, что, в отличие от чейдж-органа, который достаточно легко зарегистрироваться, можно зайти просто через свой аккаунт в Фейсбуке, для того, чтобы поставить подпись на РОИ, нужно быть зарегистрированным на сайте госуслуг. Кто из вас получал допуск на сайте госуслуг, знает какое-то непростое предприятие. Вы открываете о себе все данные, вы просто дарите свой паспорт родному государству, соответственно, ваш аккаунт – это не просто какой-то клик в интернете, это реально то же самое, что ваши паспортные данные. То есть эти подписи должны быть у идеи на вес золота, при этом реально их влияние стремится к нулю, в отличие от вот этой самой замечательной платформы чейдж-орг. Почему так происходит? Почему вдруг какой-то про вас часто говорят, что да вы американский ресурс вообще зарегистрирован в Филадельфии, по-моему, Песков в последний раз сказал, что мы вот не обращаем на это внимания, а обращают на самом деле. Почему? Как говорил персонаж пьесы Бориса Кгунов по фамилии Пушкин, обращаясь к другому герою по фамилии Басманов, «А знаешь ли, чем мы сильны, Басманов? Не бойском нет, не польской подмогой, а мнением, да, мнением народным». Вот это самое мнение народное, вот эта массовость, она производит некоторое гипотизирующее впечатление на наши органы власти. Наша политическая система, будучи достаточно закрытой и малодемократичной, лишена тех естественных каналов обратной связи, которые в развитой демократии присутствуют. Как то регулярные разноуровневые выборы, как то свободная деятельность общественных организаций, разнообразные приоритетические СМИ, это вот те каналы, которые, в принципе, должны говорить власти о том, что они хотят. Исказить уничтожен, затруднив их работу, властная машина при этом все равно стоит перед необходимостью как-то прислушиваться и знать, чего там вообще в народе бродит, как-то прикладывать ухо к земле. Поэтому у нас действительно, не в министическим вниманием. Ну, например, там, моление на рейтинг, да? Чрезмерное, на мой взгляд, внимание к примитивно понимаемым социологическим данным, даже не социологическим, а данным опросов, поскольку социологи и ученые очень просят различать постер индустрии соцопросов от собственно социологической науки об обществе. Так вот, вот этот самый примитивно понимаемый рейтинг является там предметом нездорового культа. Вот такого рода публичные демонстрации, когда можно сказать, вот смотрите, там 300 тысяч человек подписали, да, и это как-то впечатляет. А чем больше ты закрыт, чем больше ты герметично законопатился в своей властной машинке, тем тебе страшнее становится, и тем больше ты начинаешь думать, как бы мне все-таки узнать, что там снаружи, может, там уже стопородка мне пришли, а я-то сижу и ничего не знаю. Оттуда возникают, например, уничтожив независимые социологические центры, начинают питаться этими тайными опросами ФСО, которые, как известно, кому-то тому известно, значит, у нас вот ФСО проводит социологические исследования, если мы не знали, у них даже есть отдельный бюджет на то, чтобы если они обнаружат где-то какую-то там горячую социальную точку, чтобы ее немножко там окропить святой водой и потушить ее, соответственно, там степень urgency как-то снизить. Вот такие вот вещи, да, то есть опросы мы не видим, хотя мы тоже к ним прислушиваемся. У нас тут свои тайные опросы, чья, в общем, валидность тоже мало кому известна. Опять же, мы создали вот свою собственную платформу для того, чтобы граждане могли поучаствовать в законодательском процессе, сами ее, значит, поломали, потому что туда пришел Флой Навальный и настоящие граждане, а мы не ожидали такого, как же так. Значит, поэтому мы будем прислушиваться к ресурсу, который не является ни российским, ни государственным, ни, в общем, что называется, особенно верифицируемым. Опять же, я не говорю, что у вас там миллионы ботов, да, резвятся, но в принципе, действительно, это как бы не такая сложность регистрации, как, например, на том же РОИ. То есть, понимаете, вот эта вот наша пресловутая политическая гибридность, она, закрывая одни каналы, тут же создает или вынуждена создавать другие. Она, с одной стороны, вроде как такая чрезвычайно закрытая и изолированная, но она же и в странных местах бывает податливая, уязвимая и пугающая. Еще один момент, на который я бы хотела обратить внимание, часто, когда обсуждаются такого рода петиции вообще обращения к власти, то говорят, что, знаете, это не политические требования, это вообще не политический протест, это человекные. Это просьбы такие, вот, типа, значит, батюшка Марин, ты нам там устрой что-нибудь хорошее вместо чего-нибудь плохого. А тут я бы хотела возразить, мне кажется, это важно. Значит, во-первых, ритуальное обращение к верховной власти это часть некоторой нашей традиционной публичной риторики, за этим нельзя не видеть, на самом деле, не столько человекную, сколько скрытую угрозу. Когда люди говорят, там, не знаю, какие-нибудь длинногодчики вешают продрить Путина на ловом стекле, понятно, что они говорят? Они говорят, мы вообще лояльные, мы свои хорошие, мы не каким-то оппозиционерам. Но нас вот тут обижают, поэтому ты нас послушай, православный царь, а то, пока мы не, пока мы типа того, что вот до такой степени лояльны и так тебя любим. Вот эта самая, сама эта массовость вот этих подписей, она тоже несет в себе такую, такую тихую угрозу. И как мы видим по реакции органов власти, они это очень сильно считывают. Да, конечно, это наряжено в некую лояльистскую риторику, но, с другой стороны, писать петицию с текстом, ну, убирать с луны с Кремля, это как-то неэффективно. Но таким образом можно добиться действительно не только индивидуальной цели, потому что человекное предполагает индивидуальное горе, да, меня не пустили в реанимацию. Как мы видим на приведенном примере, это очень быстро расползается за пределы конкретного случая и становится правилом для всех. Собственно говоря, это и есть законотворчество здорового человека, в отличие от законотворчества курильщика. Когда конкретный случай, в котором что-то пошло не так, рассматривается не как несчастное стечение обстоятельств, да, врач плохой попался там грубый, не чуткий. А как нарушение правила или неправильное правило, неправильные нормы. Поэтому, ориентируясь на этот один случай, мы теперь меняем эту норму, меняем это правило, чтобы у нас у всех были, соответственно, новые параметры, в которых всех пускают в реанимацию к больному родственнику, вне зависимости от того, добрый врач, злой врач, в регионе вы в центре, у вас там хорошая отремонтированная больница или плохая и бедная. А правило должно быть для всех, для того, чтобы это новое правило, новая норма возникла, необходимые, видимо, на нынешнем этапе политического развития, вот такого рода элемента прямой демократии. Я хочу сказать, это и есть прямая демократия. Это вот она. Там, где репрезентативная демократия не так сильно здорово работает, то есть представители народа не представляют народ, парламент не выполняет в засташенной степени свою собственную представительскую функцию, возникают вот эти вот инструменты. Последнее, что хочу сказать, они возникают не только у нас, но и в тех странах, где вроде бы, как считается, эти самые репрезентативные институты, в общем, работают. Из этого следует, что люди, в принципе, в этом нуждаются. Если это, скажу свою, так сказать, интересующую у меня профессиональную вещь, если это вообще завтрашний день политических систем, ждет ли нас действительно новая эпоха прямой демократии, как в древней Элазе, да, когда все голосовали напрямую. Ведь откуда возникла репрезентативная демократия? Она возникла тогда, когда стало невозможно собираться всем на одной площади, да? Ну, в тех исторических условиях всем свободным мужчинам. А если сейчас снова возможно собираться всем на одной агоре, только в виртуальном смысле, не ожидает ли нас действительно прямая демократия в смысле решения вопроса вот такими электронными голосованиями в будущем? Не знаю. Тут наука на этот счет не имеет однозначного ответа, но о кризисе репрезентативных форм, то есть традиционных партий и парламентских систем говорится, в общем, довольно много. Поэтому, может быть, вы есть вестники, как это вы мастерили, вы говорите, первые еще не понятые ни кем вестник несчастья и варушка. Вот, может быть, вы первые вестники не знаю, рады счастья или наоборот счастья, но тем не менее. Большое спасибо. Будут ли участников какие-то комментарии? Да, я вот хотел прокомментировать по поводу РОИ и почему она не работает, а чем же РОИ работает. Ну, мы просто в Питерской вышке с моим коллегой Юрием занимаемся вообще, нам интересует вопрос электронного участия. И РОИ изначально создавался как инструмент электронного участия граждан. То есть, если мы вспомним, когда он принялся, ну, когда это было создано в 2010 году, в 2012-м потом Россия резко взлетела в рейтинге ОМ по открытости. То есть, просто сели люди из ЭТМО, подумали, как нам подняться в рейтинге, причем методика составления этого рейтинга вон, она закрыта. Они начали высчитывать показатели, которые на это влияют и поняли, что нам нужна какая-то такая площадка по электронному участию. Давайте мы создадим. И на самом деле Россия — это не исключительный случай. Они, прошу прощения, не слезали с with the people, просто они в конце. Вот, Россия — это не исключительный случай. То есть, авторитаризм сегодня очень активно развивает институты, инструменты именно электронного участия. Парадоксально, да? А авторитаризмом, которым неинтересно общественное мнение, по идее, которые не хотят, чтобы они влияли, люди массы на принятие политических и государственных решений активно вкладываются в разработку этих студентов. Зачем? А потому что это новые авторитаризмы гибридные, не такие, как они. Ну, да, это может спорить, но я к тому, что именно в авторитаризмах гибридных или же персоналистских авторитаризмах, как можно назвать наш, но тоже здесь можно поспорить, активно принимаются и разрабатываются именно институты электронного участия, чтобы вывести из реальной борезки вопросы какие-то очень острые, перевести ее в виртуальную борезку. Таким образом, протестная активность, она реально занижается. Я до того, как вы пришли, я сказал, что я буду как бы так провоцировать других участников на дискуссию. В чем, по моему мнению, заключается проблема общественных инициатив и самая большая, наверное, это проблема, которая в 2010 году виза что ругали живо-живо. Вы гасите политическую активность, гражданскую активность. То есть человек... Нет, вы стали добрый мордовой. Да, да. То есть на баррикады и так далее. Почему... Там еще был вопрос в письме, в рассылке. Что лучше? Легальное, да? То есть РОИ, которое, ну, якобы, обязывает принимать какие-то нормативно-правовые решения, или же легитимация, да, через которую как раз давит чейнджорг. Ну, как мы видим, РОИ никак, ни одной нормальной инициативы через него не прошло. И мы видим, что общественное мнение пока в Российской Федерации играет больше, больше роль, вес имеет, чем реальные такие государственные институты. По поводу того, какие проблемы решать через чейнджорг, мне кажется, что вот это самый лучший инструмент для того, чтобы решать замалчивающиеся проблемы. То есть, когда власть намеренно или не намеренно пытается о чем-то за... ну, какую-то проблему замять. То есть, нам нужно поднять ее в дискурс, чтобы ее обсуждали и так далее. А когда есть какая-то проблема, которую можно решить посредством существующих процессуальных норм, то понимание и общественная огласка или же общественное внимание к ней не особо требуется. Ну, например, я видел несколько петиций по поводу ЖКХ и так далее. Есть там прокуратура и прочие институты, которые отлично это все решают сейчас. Ну, отлично они решают. Ну, серьезно, серьезно, по ЖКХ жалобу прокуратуру на личном опыте реально очень помогает. Вот. Я к тому, что и вот продолжаю свою же мысль, что чейнджерк это отличный инструмент, просто к сожалению, сегодня вот есть проблемы, которые размывают это понятие вообще гражданской активности и отчасти, отчасти действительно это так, они выступают в роли заземлителя общественного недовольства. вот по поводу заземлителя, вот тогда я наверно спрошу, Митя, вот, как ты считаешь, представь себе, представь себе, это тоже вопрос ко всем остальным участникам, представим бы, что платформы петиции, онлайн-петиции вообще нет. Вот, если эффекта нет, то и, собственно, и как бы ничего не изменилось, да, на твой взгляд, чтобы, как бы, как бы выглядел мир, если бы, например, онлайн-петиций там не было бы последние пять лет. Вот самые такие заметные вещи. Ты имеешь в виду угол? Я скажу так, что, поскольку мы представляем инструмент, это один из инструментов, который могут использовать люди, если они считают, что в данной ситуации им каким-то образом поможет, не было бы петиции, оставались бы телефон, оставался бы там Facebook и так далее, что тоже является инструментом для коммуникации с людьми, организации, просто Change-Org в этом смысле, так нам кажется, более эффективно помогает это делать, то есть, помогает людям это делать более эффективно, помогает им собираться, помогает как-то структурировать весь этот разговор, приходить к идеям и, соответственно, действовать сообща. Вот. Поэтому я не знаю, мне кажется, что были бы другие инструменты какие-то. Мне кажется, все к этому идет, поговорил, Катерина здесь, потому что я, кстати, вот то, что вы говорили по поводу сложных политических ситуаций в стране и все. Мне кажется, что в любой стране, потом мы как раз к этому вернулись, в любой стране этот принцип сейчас очень активно работает, и мы видим это, как развивается платформа, точно так же, как в России развивается по поводу совершенно других стран, мы работаем в 196 странах, из 196 стран пользователей пользуются инструментом и мы видим, какие кампании происходят, какие победы, потому что что происходит, усиливается голос одного человека, усиливается та одна история, проблема становится персонифицированной, проблема получает лицо, и это двигает людей, это возможность, помимо всего прочего, организоваться так же каким-то образом, вот как говорил, вместе координированно решить задачи. Я хочу сказать, что ни в одной стране просто так петиции по достижению огромного количества голосов все равно не будут рассматриваться. Понятно, что это как бы, да, формально что-то будет рассматриваться, но всегда в любой стране мира проблемы решаются только тогда, когда люди, которым это решение создают условия для того, чтобы и голоса были услышаны, создают условия. И делают они совершенно различными способами, в том числе и через платформу. И именно вот это качество, создавать условия и заставлять там, если же, я имею в виду, да, услышать свой голос, услышать свою позицию, мне кажется, здесь, в России, это нечто, чему надо еще нам учиться, всем, всем, потому что мы еще долго будем отходить от всяких постсоветских штук, ожидая, что кто-то за нас будет решать наши проблемы, да, нам нужно учиться делать самим, нам нужно понимать, как это все работает, понимать решение, нести ответственность, так далее, так далее, и развивать навыки, вот эти навыки, да, сетевого взаимодействия, общения с стейкодерами и решения проблем. И в этом смысле чейнджер, это лишь вот та ручка, тот телефон, который позволяет это делать. был бы какой-то другой инструмент, но как я соглашусь с Казелиной в этом смысле, потому что мне кажется, что да, все идет по тому, что технологии, они позволяют, то есть, ну, как это было с телефоном, да, то же самое, я не знаю, как это... Давайте, может быть, Василий спросим, вот Василий, скажите, прошу прощения, вот вы по телефону стали бы заниматься тем же самым, когда вот, что бы вы делали именно как автор петиции, и вот вы уверены, что у вас что-то получилось бы? Ну, во-первых, я хотел бы добавить просто одну вещь, к тому, что сейчас сказал Митя, вот, значит, проблему не только нужно поднимать в СМИ куда-то, да, но и предлагать конкретные варианты решения, как говорил кто-то, критикуя, предлагая. А по поводу моей петиции, ну, я бы обратился в прокуратуру, я бы обратился в Госдуму, мне бы написали две-три отписки, и на этом бы, ну, написал бы в мегафон, позвонил, я, собственно, туда звонил, я пытался сначала решить проблему до этой петиции, все было тщетно, то есть, оттуда мне дали отписку, оттуда мне дали отворот-поворот, сказали, что я и хата не моя, и поэтому сами виноваты. Ну, тогда я начал вот эту вот бучу поднимать, и тогда уже там мегафон зачесался, и другие операторы тоже задумались, а не стоит ли вот тех мошенников, которые там, прикрываясь ими, а может быть и работая, вкупе выгнать куда подальше, ну, так вот. Понятно, спасибо. Екатерина, вот, собственно, наверняка у вас здесь, судя по тому, что вы записываете, наверное, какие-то комментарии появились, но у меня дополнительный еще к вам вопрос, да, вот эта вот, скажем так, диктомия между вот легальным статусом и массовостью, да, потому что, как мы видим, да, все, что вот легально не работает, а все, что массово, но вообще не без юридического статуса, по какой-то причине работает, мы можем посчитать, там у нас будет счет 20 к одному, да, каких-то компаний на чинчерок, маленьких, небольших, может быть, больших иногда, вот, чем это объясняется, на ваш взгляд? Это недостатки правовой культуры, это вот, это вот, у кого больше народа, это вот это вот ваш, молчаливая вот эта вот угроза, которую вы описали, как это можно объяснить? Тут была представлена еще одна дикатомия между сетевым активизмом, нитивизмом, как его нынче называют, и старой доброй политической активностью. Он рассказывал смысл о том, что вот автократии нарочно подсовывают именно этот самый блестящий смартфончик своим народам, чтобы они в него игрались, а на улицу не выходили. А в этом, может быть, своя истина есть, но мне кажется, что это противопоставление несколько ложное. Мы привыкли мыслить категориями, скажем так, мы привыкли видеть политическую активность в виде, грубо говоря, массовых мероприятий на свежем воздухе. Это понятие из XX века. Вот выйдет миллион человек на улицу, тогда-то и, значит, ситуация переменится. Действительно, миллион человек на улицу выходит, или сотни тысяч человек на улицу выходят, и это влияет на политическую ситуацию. Это происходит и сейчас, это происходит и в странах третьего мира, подвергающихся всякой насильственной режиме трансформации. Это происходит и в Польше, когда начинают принимать какие-то безобразные законы по поводу ограничения прав женщин, или в Венгрии, когда там этот тоже автократ Уона Би Орбан у них там пытался как-то интернет немножко порезать, тоже вышли люди и как-то передумали в связи с этим принимать эти новые законы, ограничивающие свободу трафика. Соответственно, методики XX века работают, но из этого не следует, что вот эти новые методики сетевые являются их каким-то, скажем так, какой-то альтернативой или ложной альтернативой, то есть или одно, или другое. Насколько я понимаю, насколько, опять же, понимает наша политическая наука, люди либо занимаются совместной активностью, либо не занимаются. То есть противоположность не сижу я в интернете или я иду на улицу, а вообще самоорганизуюсь я совместно с другими людьми или нет. Человек, который, в принципе, готов создать петицию и агитировать за ее подписание и подписывать ее и распространить ее дальше, он же в более радикальной ситуации будет готов и в демонстрации тоже принять участие. Другое дело, что в авторитарных, полуавторитарных режимах цена протеста довольно высока, риски большие. То есть этот самый выход на улицу может обернуться для себя всякими тяжелыми физическими последствиями. То есть это активизм со скидкой, получается? Это активизм со скидкой, конечно. Конечно, это более легкий, удобный способ проявить свою гражданскую позицию. Из этого не следует, что это ложный способ. Понимаете, автократии могут сколько угодно пытаться заменить сетевую, натуральную, так сказать, физическую активность сетевой, но решение это надо принимать в реальной жизни. Если люди требуют там, опять же, изменить закон, закон-то придется менять, таким образом у людей появляется ощущение, что они могут влиять на решение, принимаемое властью. Если результат достигается, то какая разница, пошел ты ради этого на митинг или ты просто нажал на кнопочку. Понимаете, это все равно, что сказать, что так, знаете, вот этот текст, напечатанный на компьютере, он несет тепло рук автора, поэтому он не такой настоящий, как то, что мы пишем гусиным пером, но йо-моё. Значит, технологии действуют через людей, они не являются какой-то отдельной сущностью, все равно за всем этим стоит живой человек. Еще раз, если есть результат от этого нативизма, то, значит, люди будут этим инструментом пользоваться. Я хочу добавить, сказать просто, что по поводу массовости, что мы видим по статистике, что как побеждают, когда побеждают петиции, там, количество подписей, которые они набирают, совершенно разные, есть петиции, которые набрали там 100 подписей, там, тысячи стали успешными. То есть дело даже не в массовости здесь, дело в том, как качественно организованная работа среди этих людей. Что они делают, какие ресурсы они находят, как они взаимодействуют, как они решают основные задачи. Вы можете пример привести, мне бы было очень интересно. Вот там, вот петиции, которые не так много набрала, но при этом оказалось... Это договор как-то между вами и не обладает. Через, через три минуты мы придем к вопросу. Я, здесь, по-ссалям, сейчас приведу, хочу закончить мысль, что мы также всем забываем, что за каждой там, подписью, лайком и так далее стоит реальный человек. Если этот человек пришел туда по какой-то причине, то этот человек хочет как-то каким-то образом поучаствовать и помочь. Вопрос, как этот человек будет там дальше, куда его пригласят, что он будет делать, какие у него возможности инструменты дальше есть, сильно поучаствовать в большей или меньшей степени. Мы как раз проводили недавно исследование наших пользователей слива от центра и выяснили, что 81% наших пользователей хочет сделать что-то еще, кроме того, чтобы писать петицию. То есть они хотят каким-то образом помочь больше. Вопрос в том, что очень часто авторы просто не предлагают им ничего делать, потому что, как я говорил, да, мы очень легко, очень легко, четверка это очень легкий инструмент, чтобы создать петицию. Что мы всегда говорим нашим пользователям, это то, что это только первый шаг. Дальше начинается серьезная работа. И вот тут происходит, что происходит в России, типично только для России по сравнению с другими странами, люди начинают так, хоп-хоп. Ну, собственно, как бы, окей, я думал, что я создам петицию, и у меня услышит сразу кто-то и что-то. Вот только поэтому мне кажется, результат еще такой, ну, то есть, ну, какой-нибудь там минимум одна петиция в день. А, мне кажется, если бы люди более активно участвовали, это было бы еще даже больше. Вот, и последний вопрос, собственно, я вижу, здесь у нас уже тянутся руки, да, и я думаю, это правильно. На ваш взгляд, и давайте начнем с Михаила, собственно, по очереди, да, вот по теме, собственно, сегодняшнего форума, да, петиции, они вот, ну, да, вы подписываете, я подписываю, можно расшарить, можно по рассылку разослать, а вот социальный капитал формируется? Вообще, как-то новое, новое качество социальных связей ведущих к лучшему обществу как-то появляется? На ваш взгляд? Ну, смотря, что, прям, капитал встанет. Если, понимаете, то, что понимал в груди, то сложный вопрос. Вот. Мне кажется, что, здесь правильно была замечена мысль, что это всего лишь способ самоорганизоваться на большом количестве людей. То есть, петиции и чейнджорг это отличный смертный. То есть, я здесь, как бы, выступал таким провокатором, но я оберегу, как они за, все очень здорово. Мне кажется, что просто этот инструмент нужен для того, чтобы впоследствии менять и устранять какие-то симптомы. Потому что, часто петиция, к сожалению, устраняет симптомы. Там, какой-то бабушке не выдавали квартиру, давайте соберем петицию, ну, у тебя налог, да, и так далее. Приучем внимание, власти региональные испугались, ой-ой-ой, федеральные СМИ нас спрашивают, давайте быстро выдавать квартиру, систему не меняем. Все, дальше, все там, 10 человек на очереди, им не выдаем, на них же петицию не создавали, все нормально, живем. Поэтому, когда люди после подписания какой-то петиции действительно переходят к системным мерам, то это ведет к формированию социального капитала и капитала уже не только социального, но и политического какого-то. Все зависит от того, какие люди сюда включаются. То есть, если какие-то гражданские активисты на каких-то петициях могут что-то сделать, кроме социального капитала, еще капитал политический, и затем его трансформировать уже в какие-то реальные политико-государственные решения, то вот этот инструмент имеет реально большие перспективы. И я бы хотел только единственное еще сделать маленькую ремарку и отход назад по поводу прямой демократии с помощью электронного участия и так далее. Ну, это немножко утопическое, мне кажется, такое представление. Потому что... Посмотрим. Да, да, посмотрим. Я считаю, не перспективно. Просто об облачной демократии, о прямой демократии через интернет начали говорить сразу, например, после того, как интернет появился. Уровень проникновения его увеличился года до года, но, к сожалению, как-то прямой демократии пока еще не в однострении, даже в Эстонии нет. А система регулярных референдумов, например, есть. Ну, в той же самой... Собатии электронным образом. Да, в той же самой Эстонии, но это все же не прямая демократия. Ну, нет, конечно, это совсем прямая демократия, но... Вот. А в целом, Ченчерку, большое спасибо за то, что люди делают, и я думаю, что в ближайшем будущем это будет только увеличиваться. Вопрос про социальный капитал, напоминаю, но его нельзя. Мне кажется, конечно, формируется, развивается и так далее. Потому что это реальные люди, которые взаимодействуют и также нарабатывают образовательный капитал, потому что они все учатся на этом опыте, и вы как раз любили, по-то, что какая-то ситуативная компания, которая выигрывает. На самом деле, мы замечаем много-много раз, что компания выигрывает один раз, потом мы видим, как она по всей России копируется, опыт этот копируется, или тоже Василий, из вашей петиции по Мегафону. Мало того, что когда Мегафон выплатил даже все деньги тем людям, которых они поснимали эти деньги, не сообщая им о них, появилась новая петиция обращенок МТС, новая петиция и так далее, и они все начали выигрывать. То есть, таким образом, мы надеемся, что люди будут по эксистентам перемен, потому что они меняют свой опыт отношения, свой опыт и свое отношение к тому, как они с этими вопросами и разбираются и потихоньку разрабатывая, разгребая вот эту системную проблему по мелким кусочкам и решая шаг за шагом. То есть, скорее всего, ну, как бы, то есть, с точки зрения социального капитала, мне кажется, что сам процесс этого вот и само взаимодействие, конечно, социальный капитал. Кроме того, само сообщество, само взаимодействие, вот сейчас, допустим, да, с этой Ольгой Коской вернулся этот пример с анимацией, да, они сейчас добились этого, но, скажем, они привели победу, все, там, эти лантеры работают, скажем, это решение опять вернется в зад. Тоже есть вот это сообщество людей, которые работали вместе, скажем, там, год назад, два года назад, вот, и они опять сформируются, мы это видим не один раз, когда это происходит, то есть, социальный капитал и вот это сетевое взаимодействие здесь, оно, как бы, такое некое живое развивающееся организм. Отлично, Василий. Так, ну, я хочу просто сказать о том, что каждая победа вот в петиции, в любой, неважно, это чейнджер, может быть, я вас, оно привлекает кучу народу туда, потому что люди видят какой-то успешный там путь через СМИ, через интернет, через телевидение, через радио, и находятся новые люди, которые видят какие-то проблемы, пытаются их решить такими же путями, поэтому это отличный способ формирования такого рода капитала. Спасибо. Отлично, я ответил Екатерину и тогда уже переход к вопросам. Социальный капитал это навык гражданского взаимодействия. Вот единственный социальный капитал, который реально существует. Если вы умеете объединяться со себе подобными для решения тех проблем, которые для вас важны, значит, есть у вас социальный капитал. Если вы этого не умеете, значит, вас его нет. Петиции это опыт действительно совместного действия. Совместное действие это самый главный гражданский навык. Другое дело, что действительно они не могут быть и концом, и началом, то есть одним единственным шагом, который сразу проблему все решает, они должны быть скорее началом, чем финалом, скорее инструментом и площадкой для объединения людей, связанных общей проблематикой, вниманием к одному и тому же ищу, которую они хотели бы разрешить. Отлично, спасибо, коллеги. Давайте переходим. Да, я вот запомнил вас, ваш вопрос, пожалуйста. Я не вопрос задам, просто, ну извините, достаточно вялая была дискуссия, я хотел бы высказаться, разбавить вашу столичную тусовку, Кирилл Николенко, город Владимир. Дело в том, что в последние два года у нас есть опыт пяти петиций в городе, успешных, с Чен-Джорга, более или менее, то есть три выигрышные, две, которые получили очень широкую огласку и воздействовали на область. Я выступлю, наверное, с таких компромиссных позиций. Я соглашусь с Екатериной, что местные региональные власти затаят дыхание, иногда смотрят на эту площадку. Непонятно почему, скорее всего, из-за своей темноты, потому что, допустим, губернатор нашей области, Владимирской, может запросто перепутать Amnesty International с Transference International и так далее. Поэтому, как только появляется что-то где-то, да, но мне кажется, что эффективность вообще площадки Change.org зависит от очень многих допущений. Вот я поанализировал, посмотрел, даже не по нашим пяти кейсам Владимирским, а по всем остальным, чаще всего побеждают либо, что касается чего-то очень конкретного по силому убогому человеку, извините за выражение, либо такая же локальная какая-то проблема. То есть это, я согласен как раз с остальными участниками, это не затрагивает, естественно, никаких основ строя, ничего абсолютно не ломает. Поэтому это очень важно. Я просто говорю о том, что вот те цифры, которые показывают эти петиции, на мой взгляд, они не являются самым главным. Самое главное это мощность общественной компании, компанией СМИ. Я просто приведу пример. Что были за петиции? Первая петиция была у нас против перекрытия главной магистрали города. Потому что приезжий губернатор решила, мы даром сделаем арбат, как в Москве, 510 метров вырежем, и все будет отлично. 350 тысяч населения города, 3800 подписей, петиция выиграна. Почему? Потому что огромное количество групп задействовано, против которых направлена эта инициатива, автомобилисты, пользователи, те, кто пользуется пассажирским транспортом, те, кто ездит на работу из спальных районов в другие. Победа. Дальше. Пришли губернатор решает свою подругу Надежду Баткину сделать почетной гражданкой области. Не имеет... Петиция собирает всего 1200 подписей. Решение, но сама процедура завершается, имеется в виду по присвоению награды. Тоже. Потому что выходит, благодаря усилиям тех, кто продвигает эту петицию, репортаж РЕН-ТВ, который ударяет одновременно и по губернатору, и по бабкам. Третий момент это защита зеленого насаждения, зеленого... Это не зависит от цифр. Но, допустим, недавно была создана петиция за отставку губернатора, она получила больше всего в истории вообще петиции в городе. 7600 подписей. Но, естественно, она не произвела того эффекта, который должна. Потому что это уже затрагивает как бы комфортность нынешнего руководства области. Вы знаете, разумеется, что губернатор ваша не ушла в отставку, увидев эту замечательную петицию. Но будьте уверены, что и распечатали этот листочек, и куда надо этот листочек. Нет, я скажу так. Не решался вопрос о том, кто у вас будет губернатором. Это тоже будет. Екатерина, то есть тут есть еще один плосленный момент. Я очень быстро закончу, что, да, эти петиции закончились успехом, но практически все, кто их продвигал активнее всего, те, кто их создавал, они в регионе находятся в черном списке. То есть это минус для тех, кто занимается активностью. В том числе и вашей свободе. Живые на свободе. Спасибо. Я пока на свободе. Спасибо. Спасибо большое. Екатерина, вам есть что ответить? Вы просто начали и не знаю. Нет, я просто рассказала точно, что я имела в виду, очевидно, из приведенных примеров, что в Владимирской области платформа Чейншорк является элементом системы сдержек противовесов, которая ограничивает буйную фантазию вашего губернатора, у которой все время какие-то оригинальные идеи. Как вообще кому могло прийти в ухол и перекрыть центральную улицу в городе для красоты? Это, конечно, мы даже не будем обсуждать. В политической системе здорового человека против этого возразил бы ваш региональный парламент. Но, если его нет, то хорошо, хоть у нас есть платформа для онлайн-петиции. Может быть, тысяча подписей на первую часть собственности депутатов. Вот вопрос. Андрей Щербович, мы же школа экономики кафедры конституционного и административного права. У меня вопрос относительно конституционного правового закрепления этих онлайн-петиций. С одной стороны, мы говорим... мы говорим о реализации... Не работает. Свобода слова. Не думайте, что кто-то вам отличает меня. С одной стороны, мы говорим о реализации очень серьезных конституционных прав. От свободы собраний и заканчивая право на обращение. С другой стороны, целый ряд петиций касается изменений законодательства, а, как известно, народной законодательной инициативы в Российской Федерации не существует. У нас представительная демократия в этом смысле. Я, конечно, в этой связи какое закрепление на юридическом уровне эти петиции в Российской Федерации должны получить, чтобы такой вид прямой демократии получил должную оценку и должное внимание со стороны представительных органов. Представительных вопрос. Я бы мог ответить, например, есть одно. иное. Я думаю, ко всему углу. Мне кажется, что самый лучший способ это отменить этот фильтр в РОИ, который делает полностью нерабочим этот институт. Потому что даже люди, которые пытаются в этой комиссии, которая создается после того, как она направит 100 тысяч, есть люди, которые будут против, точнее, выступать за то, чтобы допустить инициативу, они потом идут в прав комиссию они либо исключают в процессе, либо уже никогда не приглашаются. Вот этот фильтр Это нужно отменить в любом случае, чтобы, если петиция набрала, она в любом случае будет обсуждена уже в государственном деле. Другой вопрос, что там тоже могут завернуть ее множество раз, но уже хоть что-то. А второе, это то, что может быть, так, на скидку, я сейчас слушаю ваш вопрос, и в регионах, региональных уставах есть в некоторых случаях прописано, что при наборе 1-2-5% подписей – ну, мысль, правда, печатных таких живых, да, региональный парламент тоже будет с теплом человеческим, да-да-да, именно с ним. Региональный парламент обязан будет без всякой там правокомиссии тоже рассмотреть этот вопрос. Вот может быть, ну тут станет целая куча проблем с верификацией подписей, потому что на чейнджерке их как бы особо и нет. Вот. Ну и я думаю, что и не нужно, потому что если мы превратим чейнджерку в руинь номер 2, более масса, это будет ужасно. Я хочу сказать, что мне кажется, что даже если там, там, в законодательстве будет упрощенной какая-то система, когда там петиции попадают быстрее в Госдуму, все равно они, как это там другие государства, где, допустим, правительство более, да, можно сказать, открыто к этим, да, там, петициям и все. Мне кажется, что тут дело, я опять повторюсь, не в том, сколько подписей как быстро они набирают, какую там проверку они проходят, а именно в создании условий, когда та же Госдума, они оказываются в ситуации, когда они должны услышать эти требования, они должны понять, они должны вступить в диалог и решение должно быть найдено. То есть это акцент здесь, мне кажется, то есть какие бы ни были обращены там на мотивы законов, все равно вот это рассмотрение всегда может пойти и так, либо так. И поэтому создание условий, когда голос людей услышан, он очень силен, силен, и, да, говорят нам в СМИ, и говорят еще где-то, то есть вот эта ситуация, когда ты понимаешь, окей, решение должно быть найдено, и никак иначе. Вот это вот, в этом, мне кажется, эффективность ченджерки, мне кажется, что вот это, именно вот это, она стоит самым главным, даже несмотря на какое законодательство в какой стране существует. Вот этот элемент никогда не уйдет, то есть если смотреть на Великобритании, сколько там петиции, как они проходят, все равно проходят даже там те, где просто гражданское общество в таком, там, ну таком уже, ну такой, как сказать, раскаленности, что просто, ну никаким образом какое бы решение не принято, оно должно соответствовать этим требованиям, должно как-то на них отвечать. Отлично, еще какие-то ответы будут. Тогда следующий вопрос. Сейчас, нет, вот мужчина. По поводу этого вопроса, маленькая ремашка. Вообще, по постановке вопроса, что мы обращаемся к силе законодательства, обязательно. Нет, у нас должны развиваться, как у государственного общества, репутационные механизмы. И в этом смысле требования законодательства, это старое вообще. Вот на соседнем форуме тут обсуждалось, что тенденция к тому, чтобы общество отделяется от государства. Просто в нынешней ситуации, в таких ситуациях это нормально, и вообще общество должно быть сильнее. Невозможно. Вот. Вопрос касается реализации конституционных прав. Конституционных прав и свободы. Нет. Я шире пытаюсь посмотреть на это и все-таки устремляться к собственным общественным механизмам воздействия. Вопрос. Я не знаю. Я не знаю, как вы поняли, как все еще учили и в Американскую цу нет. И более глобальная, например, хотя бы даже навальновская петиция по поводу машин дороже полутора миллионов, легко заметить. Я старый участник всех этих вещей, за всем этим слежу, иногда получаю все-таки электронные письма, очень приятно получать такие вещи. Спасибо, Сергей, мы победили. Начинаются, по-моему, победные реакции. В зависимости от того, какого зовут. Ну да. Спасибо, Игорь, что мы победили. Чаще всего касается, конечно, бабушки. Даже машин о полутора миллионах, как правило, речь об этом не идет. Не говоря уже о более серьезных конституционных правах и свободах наших, говоря. Еще одна вещь, которую я бы хотел сказать как журналист, я по профессии журналист, петиция, а вернее не самая петиция, а число набранных подписей, его круглость, его размер, это дополнительный информационный повод. Мы можем об одной и той же истории рассказать несколько раз. А сейчас эта история набрала, скажем, 10 тысяч. Мы ее повторяем. А теперь два раза, а теперь 30 и так далее. Властяна, скажем так, это еще один рычаг давления. Это достаточно эффективная вещь. И у меня все-таки есть вопрос. Как вы думаете, я думаю, все-таки Екатерина, поскольку она уприняла мне термин «теплый лампун протест», как вы думаете, какая часть из тех, кто подписывается под петициями, готова одеться и выйти ножками на улицу? Вы знаете, есть люди, которые готовы подписываться, но не готовы выходить. Есть люди, которые выходят, а до этого не подписывались ни под чем, и даже вообще к интернету не подключены. А потом становятся боевой силой протеста. Мне кажется, что это, в общем, подход не совсем верный. То есть нельзя рассматривать вот эту всю массу подписывающихся как какую-то кормовую базу для выращивания будущих революционеров. Наверное, зачем нам столько революционеров? Во-вторых, в этом есть какой-то такой странный моральный ирегаризм. Типа, а на что вы готовы? А в тюрьму вы все пойдете, а голову расшивете себе? Значит, а тогда, если нет, так что стоят ваши подписи? Люди, еще раз, действуют для достижения своих целей при помощи тех инструментов, которые у них есть. Понятно, что они не хотят дойти на чрезмерные риски, да, не хотят. Но цели-то они достигнуть хотят, и если они ее достигают, то почему мы будем их обвинять в том, что да вы тут попу не подняли с дивана, вообще какие вы после этого? Кто опять? Протестанты, да? Зачем нам обязательно нужны протестанты? Нам нужно, значит, гражданский мир и разумная политика внутренняя. Это достигается опытом взаимодействия, то, что люди решают свои вопросы без мордобоя, и опытом воздействия на органы власти, чтобы они совсем уж там не сходили с ума, не открывали там дороги, опять же, в поисках красоты, не сажали почетными гражданами каких-то полоумных своих там знакомых, вот, певцов и танцоров и прочее. Если есть какой-то ограничитель, то прекрасно надо им пользоваться. Значит, необязательно приходить с лилами и факелами, зажженными под стены Владимирского крылья, я не знаю, есть ли у вас какие-то. Это еще за внешнюю политику разумную. С этим чем сложнее. Вот вы писали американскому президенту, а вот видите, как-то не отлично. Да. С внешней политикой сложнее. Я последнее хочу напомнить, что Губс, автор Левиафана, который, собственно, считал, что добрый глибный Левиафан государства, естественное состояние человека стояло в войне всех против всех, он говорил, что вот когда государство появилось, государство и сырился в Совете, значит, гражданское общество, то война всех против всех, она как-то прекратилась. И уступ к мирному быту. Но в международных отношениях между государствами это положение мечей сохраняется. То есть государства между собой ведут себя так, как первобытные люди вели себя по отношению друг к другу. С тех пор, конечно, уже была попытка выставить какое-то международное право, которое, собственно, и есть, и имеет целью вот эти вот мирные гражданские нравы перенести на уровень международных отношений. Но, как мы видим, с этим сложно. Как вы уверены, что вы не согласились? Так, я боюсь. Мы немножко сильно отходим. Маленьким-то по поводу мелких компаний, чтобы ответить то, что вы говорили. Точнее, мелких историй. Да, и побед. Да, конечно, очевидно, что чем конкретнее, мельче история, чем, наверное, быстрее происходит успех, да, или люди добиваются результаты. Ну и пусть это замечательно. Люди приходят совершенно различными, например, кто-то национальными, федеральными, глобальными, кто-то совершенно локальными, кто-то вот старается, чтобы вы не перекрывали улицы. Вот, и это все здорово. Для этого этот инструмент и есть. И мы просто видим, как вот эти мелкие компании расшатывают адресат в петиции, потому что зачастую это там довольно постоянные одни и те же адресаты. Например, Министерство здравоохранения Российской Федерации. Да, вот это системная большая компания Ольга Вяковская за реабилитацию. Что такое классное пение, не то, что это единственное. Но для того, чтобы это произошло, до этого было очень-очень-очень много мелких компаний. Теперь не то, что только победила Ольга, победила и там реанимация, и все это дело и произошло. Но, допустим, Минздрав стал официально зарегистрированным, верифицированным адресатом на Чинджок. Теперь вы можете обратиться напрямую к Министерству здравоохранения, и в Министерстве есть человек, который отвечает на петиции. И вот этот диалог, он есть. То есть мы недавно запустили эту систему верифицированную, потому что там, как есть в Твиттере, там, я не знаю, где такая галочка есть. Ну вот, и Министерство здравоохранения, да, например, недавно, буквально, пару месяцев назад, стало верифицированным адресатом. И да, мы с ними, то есть они работают сейчас непрямую с этими людьми. Но мне кажется, это прошло после того, когда к ним там тысячу раз обращались с разными мелкими историями, и они увидели, как работает инструмент, и решили им воспользоваться. Точно так же, как когда-то, наверное, решили воспользоваться Твиттером, или там, ВКонтакте, или Фейсбук. Отлично, спасибо. У нас последний вопрос. Пожалуйста. Вопросы к Дмитрию, Богдан Аферия, Москва. Дмитрий, вопрос на самом деле два. Первый технический. Как вы боретесь с накрутками каким-то? Какой опыт есть, и как вы его преодолевали? Второй вопрос. Планируете ли вы реализовать возможность финансово участвовать в компаниях тех или иных петиций? Предоставить такую возможность пользователям? Потому что кто-то ставит подпись, кто-то готов выходить, кто-то готов участвовать в компании рекламной. Крофаминг, вы видите, да? А по поводу спама, у нас действительно есть очень жесткая, мы как международная компания очень жестко к этому и серьезно подходим. У нас есть сразу несколько систем, которые работают и проверяют подписи до 4 часа в сутки, удаляют там после 24-х, как только система увидит. Либо, что там, петиция фейк, либо какой-то несоответствующий человеку активность на платформе. То есть там несколько уровней этой системы. Наш, равен из 120 сотрудников в общем, в организации есть половина, и с ним занимаются как раз именно этим. Недавно мы и по поводу, то есть поэтому иногда можно видеть такие скачки в количестве подписей, потому что система верифицирует и удаляет. Мы недавно ввели просто систему, которая там, и ваша баня, которая показывает, что в данной петиции было удалено после ее прочистки, столько-то подписи, что-то будет. У вас статистика есть какая-то? Вот сколько там лишнего получается? Нет, честно, я вам не скажу, потому что эта система работает постоянно, и она постоянно каким-то образом, и плюс у нас занимается, честно сказать, мне сложно, потому что занимается другая команда, которая просто технически просматривает все эти вот и решает. По поводу краудфандинга, люди пользуют, как? Поскольку я говорю, тенджерок это один из инструментов, есть еще другие инструменты для организации, например, планета.ру и другие яндекс-кошельки какие-нибудь. Люди постоянно пользуют это у нас, и как бы, я не знаю, если кто за таком ученщек, там система-то в том, что автор петиции может рассылать обновление по петиции, и таким образом общаться с подписанами. Почему внутренне внедрить такого? Вот, да, я думаю, что, поскольку люди активно используют эти инструменты, мы просто не считаем нужным для нас пока это организовать, потому что есть очень много замечательных платформ, которые это делают. Единственное, что у нас есть, недавно мы ввели никого интернет, называется, это немножко другое, это не сбор денег на то, чтобы там собирать деньги, чтобы какие-то там вести действия, организовать акции и так далее. А единственное, как бы, все, что касается денег у нас, это продвигаемый аппетитс на данный момент, это дополнительный сервис для тех людей, которые уже использовали все остальные способы распространения аппетитс, например, там соцсети, рассказали друзьям. Дополнительная функция для них, они могут положить немножко денег на письма, чтобы она показалась и другим пользователям платформы, которые схожи интересы. Вот, собственно, и все. Как бы финансовый делик, мы других платформ, других таких элементов добавлять не собираемся, потому что, как я говорю, есть много классных российских и других систем, которые уже используют. Отлично, спасибо, коллеги. Какие-то заключительные ремарки, комментарии, какие-то мысли последние? Если улучшить поиск, потому что очень много петиций, вот мне иногда какие-то из наших петиций надо найти, когда я теряю, нереально просто. Я бы обратила внимание на ту мысль, которая была высказана последним оратором, о том, что вот били-били и добили, о том, что тысяча петиций в один адрес, потом на тысяча первый раз, как уж перезады, приводят к результату. Беря какую-нибудь проблему и на щит ее поднимая, не бросайте ее. В деле гражданской активности самое главное – это настойчивость. Побеждает тот, кто напишет 100 тысяч жалоб, побеждает тот, кто придет в суд сегодня, завтра и послезавтра, тот, кто не устанет, не разочаруется, кому не надоест. В этом смысле не смелость, а настойчивость города берет. Связи, организация и последовательность – вот это вот ключи к почти любой проблеме. Отличная заключительная ремарка. Спасибо большое, коллеги. Спасибо вам. Давайте поаплодируем.